Вопросы организации питания в детских садах обсудили в Тверской городской думе. Заседание организовали после проведенной дегустации питания блюд из детского меню в дошкольном учреждении номер 62-3. Родители и представители власти обсудили основные направления для улучшения рациона дошкольников. Основным поводом для встречи стали часто поступающие жалобы от родителей в отношении организации детского питания. Начиная обсуждение, депутат Тверской городской думы Сергей Юровский подчеркнул, что организация питания в дошкольных учреждениях важна для воспитания здоровых детей. Особое внимание во время обсуждения уделили составу блюд. Если к качеству продуктов претензий нет, то возникают вопросы к самому рациону питания. Так родители рассказывают о молочных супах с кабачками и луком, сырниках, запеченных с морковью, вареных, а не тушеных овощах. Такие блюда непривычны для детей, не нравятся им, из-за чего малыши остаются голодными. Родители стали обсуждать эту тему, и оказалось, что эта проблема не единственная меня. Такая же блюда существует и у других родителей в нашей группе, у родителей в нашем детском саду. И что меня очень удивило, у родителей по всему городу. Напомним, что на прошлой неделе родители совместно с депутатами городской думы провели дегустацию рациона детского питания. Все участники могли попробовать спорные блюда и оценить их вкусовые качества. А также узнать, как организован процесс приготовления пищи. Мы совершили выездную проверку, посетили несколько детских садов. И что же мы там обнаружили? Качественные продукты, чистые кухни, которые полностью соответствуют санитарным нормам профессиональных поворотов. Во время обсуждения вопроса родители выступили с предложением проводить дегустацию в детских садах на постоянной основе. Также создать инициативную группу для контроля за детским питанием. Участники круглого стола отметили, что для улучшения питания необходимо привлекать диетологов для разработки меню. Самое важное – пищевая ценность этих блюд, чтобы не было дисбаланса. Жира мы употребляем много, соли мы употребляем много, сладкого мы употребляем много, а витамины, правильно вы заметили, разрушаются, поскольку у нас все в обработанном виде подается. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора подчеркнул, что качество безопасности поступающей продукции в детские сады осуществляется под жестким контролем. Только за 9 месяцев 2019 года в рамках наших проверок было исследовано более 2,5 тысяч пищевых продуктов и готовых блюд. И в этом плане показатели по Тверской области и по Горбе Твери лучше, чем среднероссийские показатели. В итоге встречи собравшиеся отметили, что совместная работа родителей, дошкольного учреждения и власти должна дать положительный результат в организации детского питания.